Друзья, всем привет! Привет! Я приехала в гости к моим родителям, и мы сейчас с моей мамой решили пойти прогуляться по нашему поселочку. Дойдем до Таманского залива, покажу вам, какая у нас погода и просто что у нас происходит вообще в поселке. Сейчас вот идем по дороге вдоль центральной трассы, вот напротив у нас строй-хозмагазин, также здесь летом работает кафешка, сейчас я смотрю, она закрыта. О, кошак! Опа-на, привет, кошак! Да, на улицах лужи, конечно, там, где нет асфальта, очень грязно. Сейчас мы потихоньку доходим до магазина, который называется Наарке, Ну, собственно, он назван так, потому что вот у нас здесь Стелла с надписью Приморский, и напротив нее прям этот магазин. Вот видите, какие лужи после дождя. Ну, там, где есть асфальт, то там нормально, конечно. Вот на тех улицах, где его нет, то, конечно, грязь придется месить сапогами. А это у нас уже считается центральная улица в поселке. Мне здесь очень нравится гулять, потому что здесь вот эти деревья высажены, и, например, в жаркую погоду летнюю они очень приятный аромат хвойный источают. Ну, и, в принципе, вот сейчас уже нету никакой зелени на улице, и вот эти хвойные деревья, они, конечно, украшают общий вид поселочка. Мы любим свой поселок, потому что здесь очень спокойная, размеренная жизнь. Всегда тихо, но не прям, чтобы глушь. У нас здесь постоянно в центре культурном проводятся мероприятия. На все праздники дети устраивают какие-то там концерты, дискотеки бывают. Очень часто мероприятия. Вообще у нас в поселке школа еще есть, общеобразовательная, детский сад есть. Поэтому все равно здесь люди живут. Жизнь кипит. Да, жизнь продолжается, не останавливается. Не, ну вот именно в курортных поселках, да, там жизнь замирает на зимнее время. А в таких вот, где в основном местные жители, то тут, конечно, жизнь не замирает. Очень, видите, красивые такие деревья ведь, да? Тебе нравится тоже? Да, я очень возгонена. Потом у нас еще два раза в неделю проходят ярмарки, где можно купить разные вкусности, разные продукты. Вообще 10 магазинчиков у нас в поселке. 10 у нас? Да, 10. Ничего себе. Разных магазинчиков, где можно практически все купить. Аптека у нас есть, почта у нас есть. О, елка даже есть на Новый год уже. Да, посажена. Посажена. Даже не надо ехать, да? Ну, не покупать, не рубить. Летом, конечно, очень много гостей приезжает, ко всем просто гости, у всех прям видно, что друзья там, родственники приезжают. Купаться в заливе. Да, да, отдыхать просто, купаться, да, отдыхать на лето. Не просто приехали, отдохнули, уехали, а именно живут, подолгу живут. Некоторые все лето живут у родственников. Дети приезжают, внуки приезжают. Они тут бегают целыми днями. Загорело, и сразу видно, что они просто вот отдыхают на улице, проводят свои каникулы с пользой. Самостоятельно они бегают везде, катаются на велосипедах. Тем временем мы потихонечку уже добираемся до нашей центральной площади, на которой как раз вот по субботам, по средам ярмарка. Но сейчас вот мы как раз зайдем, посмотрим. Мне кажется, уже все разъехались, там уже никого не будет. Ну да, приезжают очень рано, в 7 часов надо уже быть здесь, чтобы что-то купить вкусненько успеть. Разбирают все. Да, быстро разбирают очень. Вот еще магазин, например. Тут на каждом шагу магазины разные. Магазинов очень много, да. Можно все купить, что-то захочешь. Даже вещи можно купить, какие-то такие самые необходимые. Игрушки, концтовары. Даже нитки можно купить. Я же все есть. Ну вот, да, уже ничего нет. Все уже, да, закончилось. Все разъехались вот на этой как раз площади. Стоят всегда машины рядами и вот так вот здесь продают. А это у нас здесь ДК. Сейчас вот мы подошли к ДК, к тому месту, где мы очень любим проводить свое время. Вот, допустим, летом, когда мы возвращаемся с моря, после того, как покупаемся, заходим в магазин, берем мороженое и садимся вот на лавочке, которые есть. И здесь всегда летом очень много народу, потому что есть вот детская площадка, на которой резвятся дети. Ну и вот лавочки. И здесь всегда очень красиво розы цветут. Сейчас уже, конечно, не совсем сезон. Немножечко остались розы. Ну вот это такое, как общественное место для общего досуга, да? Вообще, когда мы сюда приехали, мы были удивлены, что здесь очень часто у нас проходят мероприятия. И люди прям любят фейерверки пускать. Мы как-то вот в большом городе, у нас Новый год там, да, ну там вроде 100 тысяч людей живет, и Новый год, плюс там дни рождения, может, какие-то такие, у кого-то свадьбы в основном. Только тогда люди фейерверки пускать. А здесь у нас постоянно не ждут там такого большого праздника. У нас, слышишь, фейерверк опять такой шикарный. Да, люди любят прямо хорошо так отпраздновать какой-нибудь праздник. Классную такую фигурку, да, из дерева старого вырезали. Может, в том году такую сделку? Да. Медведь такой. Вообще круто, да? Руки золотые у кого-то. Это хорошо, вот не спилили дерево, а сделали вот такую инсталляцию. Ну, видимо, дерево уже старое, скорее всего, на что-то, видимо, с ним случилось, и чтобы, да, вот он просто так не пропадал, и, видимо, решили так его преобразить. У нас в поселочке очень хороший есть магазинчик, где фрукты, овощи можно купить. Всегда свежие, и они понемножечку привозят, и все всегда в хорошем качестве. Потом у нас еще есть мастерская, где можно просто починить, где можно починить, там, брюки, там, замочек поменять. Ну, в общем, какую-то мелкую такую работу провести. Ой, кошаков, это что-то, что-то перебор. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс У нас впереди памятник морякам и также мемориал, посвящённый Великой Отечественной войне. Можно пройти прямо, можно по этой дорожке. Мы с тобой как пойдём? Прямо, пошли прямо. Здесь у нас насажены деревья орехов, да, вроде бы? Грецкие орехи растут. На югах вот именно принято высаживать не тополя, не берёзы, а орехи. Вот кругом орехи, орешник. Шли-шли, вот тут первый раз обратили внимание на такой странный дом. Видимо, было два отдельно стоящих дома, и кто-то сделал между ними такую, как бы, перегородку. Там, видимо, как комнаты, да? Очень странное сооружение. Ну да. С такой аркой получилось. Такое странное дерево, оно опоясало столб. Очень-то красиво получилось. Так вот, мы вот сейчас шли по улице, и у меня возникла такая мысль, что скоро ведь Новый год. А на улице так серо, пасмурно. Вообще, даже никакое, мне кажется, новогоднее настроение абсолютно не создаётся. Не навеивает атмосферой новогоднего праздника. Не хватает снега. Да, снега не хватает. Это просто нужно уже к этому привыкнуть. Для тех, кто переедет с севера, у них будет немножечко диссонанс, потому что Новый год всегда ассоциируется со снегом. Новый год, зима – это снег. Вот. А тут, конечно же, не то. Тут лужи, дожди постоянно, сезон дождей. Кстати, вот, снова дерево. Так интересно выглядит, да? Вообще, так необычно. Как украшение как будто искусственное, специально сделанное. Что это вот за дерево, интересно? Красиво.